Я напомню формулировку теоремы о приведении линейного оператора в векторном пространстве, конечномерным вектором пространстве над алгебрадически замкнутым полем к жордановой нормальной форме, теорема, которую мы сформулировали на прошлой лекции, а сейчас мы ее аккуратно докажем. Пусть нам задано конечномерное векторное пространство над алгебрадически замкнутым полем, пространство В, и в этом векторном пространстве есть какой-то линейный оператор, произвольный линейный оператор. Для любого линейного оператора такого на пространстве В существует базис, он называется жордановым базисом, в котором матрица нашего оператора имеет специальный вид. Значит, давайте я эту матрицу обозначу J от А. Эта матрица блочная диагональная. Допустим, Q штук блоков на диагонали. За пределами блочных диагональных блоков стоят нули. Вот, где каждый блок, вот это вот обозначение J, К, Т от лямбда, это обозначение для матрицы, у которой размера К на К, у которой по диагонали стоит лямбда, ниже диагонали нули, непосредственно над главной диагональю стоят единички, а выше тоже стоят нули. Матрица очень близкая к диагонали, но все-таки не диагональная. Матрица размера К на К. Такая матрица называется жардановой клеткой размера К на К с собственным значением лямбда. А площадь диагональная матрица составлена из разных жардановых клеток с разными собственными значениями, хотя они могут повторяться, разных размеров, хотя размеры тоже могут повторяться. Такая матрица называется жардановой матрицей. И если это матрица оператора А в некотором базисе, то она называется жардановой нормальной формой оператора А. И это жардановая нормальная форма для данного оператора, единственная стоящая для перестановки клеток. В случае до перестановки диагональных блоков. Жардановая нормальная форма, но почелкиваю не жарданов базис. Жардановый базис не единственный. Вот эта вот теорема, давайте мы ее сейчас аккуратно докажем. Начнем с существования жарданового базиса. Поскольку мы работаем над алгебраически замкнутым полем, в конечномерном случае мы знаем, что наше векторное пространство распадается в прямую сумму корневых подпространств для оператора А. Можно написать разложение пространства в прямую сумму корневых подпространств, отвечающих всем различным собственным значениям. Значит, лямбда 1, лямбда s – это различные собственные значения. Сейчас я вот думаю, я начал с существования. Да нет, правильно, да, существование лучше. Значит, различные собственные значения для оператора А. Давайте мы выберем в каждом из этих корневых подпространств Жарданов базис для нельпатентного оператора. Для нельпатентного оператора бытая. Которые есть А минус лямбда и Те, ограниченные на это корневое подпространство. По определению корневого подпространства этот оператор будет нельпатентный. А для нельпатентного оператора мы доказывали на прошлой лекции теорему о том, что существует Жарданов базис, который составлен из жардановых циклов. Есть разложение в прямую сумму циклических подпространств. В каждом циклическом подпространстве есть специальный базис, который называется жардановым циклом. И из этих жардановых циклов составляется жарданов базис. И в этом базисе матрица оператора бытая как раз имеет вот такой вот вид, только все жардановые клетки будут нельпатентными. То есть на диагонали будут стоять нули. Это мы с вами доказывали на прошлой лекции. Там, допустим, J уже без лямбда мы писали, просто J, K, допустим, итое первое. У нас от номера корневого подпространства зависит и от номера жардановой клетки. J, K, итое первое и так далее. J, K, итое, П, итое. Вот такие вот нельпатентные жардановые клетки. Ну и количество их, то есть число П, оно тоже, конечно, зависит от И. Я просто не стал писать трехэтажный индекс, чтобы не было слишком громоздко. То есть П, конечно, тоже зависит от И. П это П итое. Это матрица оператора В. А матрица оператора А на том же самом корневом подпространстве получается просто прибавлением скалярного оператора, то есть прибавлением лямбда по диагонали. Отсюда следует, что матрица оператора А, ну давайте так напишу, что оператор А, ограниченный на V лямбда итое, имеет матрицу. Обозначим ее АИТА. Вопрос какой там? Да, в данном случае J, K и П, они все это представляют. Да, вот это обозначение у нас было для нельпатентной жардановой клетки. Там мы в скобках ничего не писали, но подразумевалось, что это вот такая же матрица, только на диагонали вместо лямбда стоит ноль. Это обозначение тоже из прошлой лекции у нас было. А если там какое-то лямбда, то мы пишем еще указываем лямбду в скобочках. Так вот, матрица оператора А, ограниченного на ИТА и корневое подпространство, получается прибавлением к этой матрице просто лямбда ИТА по диагонали. То есть это есть лямбда ИТА Е плюс ВИТА. Ну а когда мы прибавляем к нельпатентным жардановым клеткам лямбда по диагонали, у нас вместо нуля по диагонали оказывается лямбда ИТА. То есть получается матрица абсолютно аналогичной структуры, только здесь будут стоять жардановые клетки тех же размеров, но с собственным значением лямбда ИТА. Вот такие матрицы имеет оператор А при ограничении на каждое корневое подпространство в соответствующем базисе этого корневого подпространства. Ну а теперь если мы объединим все жардановые базисы корневых подпространств, то мы получим как раз жарданов базис для оператора А на всем пространстве В. В базисе пространства В, полученном объединением жардановых базисов для всех корневых подпространств, которые мы здесь вот ввели. Оператор А будет иметь матрицу, ну поскольку все пространство В – это прямая сумма корневых подпространств, каждый из них инвариантно, и мы собираем базис всего пространства, из базисов этих инвариантных подпространств, то матрица будет блочно-диагональная, и каждый блок – это будет матрица оператора А, ограниченного на одной из этих подпространств, то есть как раз вот одна из этих матриц АИТ. Вот будет блочно-диагональная матрица, где по диагонали стоят вот эти блоки А1, АС, а каждый из этих диагональных блоков в свою очередь сам является блочно-диагональной матрицей, где по диагонали стоят жардановые клетки с соответствием собственным значениям. Ну и в итоге мы получаем как раз матрицу такого вот вида. Блочно-диагональную, по диагонали стоят жардановые блоки. Где именно? Ну вот в этой матрице. В этой? Нет, в этой. В этой? Ну, смотрите, здесь эти лямбда ИТ, видите, здесь я нумерую их не от 1 до С, а от 1 до КУ. То есть я специально другое количество здесь написал, потому что могут повторяться. Вот лямбда первого может быть несколько раз, лямбда второго может быть несколько раз и так далее. Я их просто одинаково нумерую подряд. А здесь я пронумеровал от 1 до С, здесь я подразумеваю, что они все различные. Поэтому как бы, ну да, вот с нумерацией тут надо договориться, так сказать, но в принципе понятно, что на каждом вот этом вот блоке АИ там у нас может быть несколько жардановых клеток с одним и тем же собственным значением, а когда мы эти блоки соединяем вместе, то у нас получается матрица, где жардановые клетки могут уже иметь разные собственные значения, но тоже их может быть несколько для каждого собственного значения по отдельности. Вот получается жардановая матрица. Это вот существование. То есть по сути содержательная часть вот этой части просуществования, она относится к непатентным операторам. Там реально надо что-то доказывать, а тут мы просто этим воспользовались, собрали все воедино и получили уже для произвольного оператора. Вот. Это значит существование. Теперь единственность. Почему жардановая нормальная форма определена однозначно с точностью до перестановки клеток? Вот. Значит, предположим, что у нас задан жарданов базис какой-то, в котором матрица нашего оператора А имеет вот такой вот вид. Имеет вид жардановой нормальной формы. И мы хотим доказать, что вид этой матрицы от выбора базиса не зависит. Вот наша цель. Значит, пусть задан жарданов базис для оператора А. Давайте разобьем базисные векторы на q штук последовательных групп, в каждой из которых количество векторов равно вот этому числу k1, k2 и так далее, соответствующим размерам клеток. И каждая группа базисных векторов, там первая k1, следующая k2, следующая k3 и так далее, каждая группа базисных векторов порождает подпространство, в пространстве v, которое давайте обозначим уитая, ужитая или уитая, как мне лучше, чтобы с индексами не запутаться. Ужитая пускай будет. Ужитая. Значит, ужитая это линейная оболочка базисных векторов житой группы. То есть тем самым размерность ужитого равна к ажитому. g пробегает от 1 до q. Вот. И каждый из этих ужитых является инвариантным подпространством. а оператор A, ограниченный на это ужитая, имеет матрицу, которая как раз есть житый диагональный блок вот в этой вот жардановой матрице. Вот в житой группе базисных векторов соответствует подпространство, на котором оператор A имеет матрицу, являющуюся житым блоком вот в этой вот жардановой матрице. То есть j k жито от лямбда жито. Это инвариантное подпространство, потому что оператор A имеет блочи-диагональную матрицу. Вот если вы рассмотрите на базисные векторы, посмотрите на базисные векторы житой группы, допустим, первой группы, базисные векторы первой группы, их k1 штук, то их образы, их координаты записаны в первых k1 столбцах нашей матрицы. Правильно? Образы базисных векторов. И мы видим, что у них, начиная, что у них только первые k1 координаты могут быть отличны от нуля, а дальше идут нули. То есть применяя оператор A к любому из этих векторов, мы остаемся в линейной оболочке этих векторов. И так для каждой группы. Ну мы когда вот говорили о том, что про инвариантное подпространство, мы там говорили, что если у нас пространство разложено в прямую сумму инвариантных подпространств, то оператор A в базисе, собранном из базисов этих подпространств, имеет блочи-диагональную матрицу. Да? Помните, такое было? И наоборот тоже верно. Вот это в обе стороны работает. Вот. Таким образом мы получаем вот инвариантное подпространство вот эти ужитое, на которых оператор A имеет матрицу, равную вот одному из этих блоков. А все пространство V разлагается в их прямую сумму. Поскольку объединение их базисов это базис всего пространства. Значит разложение в прямую сумму. Вот. давайте мы в этой прямой сумме сгруппируем слагаемое. А именно вот у нас матрица оператора A на каждом ужитом это жорданова клетка с собственным значением лямбда-житом. Да? Но эти лямбда-житые могут повторяться. Так вот давайте зафиксируем какое-нибудь одно из них и соберем в одну группу все эти ужитые, для которых лямбда-житые равные вот данному числу. Вот. То есть обозначим, положим, для любого лямбда, для любого лямбда положим U с верхним индексом лямбда равным прямой сумме тех ужитых, для которых лямбда-житая равно лямбда. То есть выбрали какое-то лямбда и берем вот только те жордановы клетки, для которых соответствующее собственное значение равно вот этому лямбда. И сумму соответствующих подпространств ужитая берем. Ну и там матрица соответствующего оператора, если мы переставим блоки так, чтобы они стояли рядом, это будет просто вот ну надо взять несколько диагональных блоков и вырезать такой вот квадратик из них. Значит, у нас получается такие вот несколько больше инвариантное подпространство и заметим, что оператор А минус лямбда Е А минус лямбда Е он на каждом ужитом будет нельпатентен. Не ужитом, извините, а на каждом на соответствующем у лямбда он будет нельпатентен. Потому что когда мы вычитаем лямбда Е это значит мы здесь по диагонали вычитаем лямбда. Правильно? То есть из каждой жордановой клетки мы вычитаем лямбда по диагонали. А поскольку мы берем только те ужитые, для которых лямбда житая равно вот этому лямбда, то на диагонали у нас остается ноль. И получается нельпатентная жорданова клетка, но это матрица нельпатентного оператора на циклическом подпространстве. И тут у нас будет сумма нескольких таких, но все равно на этой сумме тоже оператор будет нельпатентен, если он на каждом слагаемом нельпатентен. Вот. То есть оператор А минус лямбда Е нельпатентен на соответствующем у лямбда. А отсюда следует, что у лямбда содержится в корневом подпространстве для всего оператора А на всем пространстве В. То есть отсюда следует, что у лямбда содержится в лямбда от А. Но с другой стороны, мы знаем, что с одной стороны у нас пространство В. Если есть какой-то вопрос, не стесняйтесь, можете мне задать. Что-то непонятно? Мы знаем с вами, что пространство В с одной стороны, оно разлагается в прямую сумму всех вот этих вот у лямбда. Ну, надо просто взять разложение в прямую сумму у один у Q и сгруппировать там слагаемое. Получится разложение в прямую сумму групп этих подпространств. Значит, с одной стороны, пространство В разлагается в прямую сумму всех вот этих вот у лямбда, а с другой стороны, пространство В разлагается в прямую сумму корневых подпространств по всем собственным значениям. Прямая сумма всех В лямбда по всем лямбда, которые являются собственным значением для оператора А. То есть у нас есть два разложения в прямую сумму, но мы с вами только что обсудили, что каждое слагаемое первого разложения содержится в одном из слагаемых второго разложения. А поскольку сумма-то одна и та же, значит на самом деле вот эти слагаемые просто совпадают с этими. Иначе бы размерность была больше, чем нужна. То есть размерность прямой суммы равна сумме размерности слагаемых, значит размерность V равна сумме размерностей вот этих у лямбда и равна сумме размерностей вот этих V лямбда. Но каждая у лямбда содержится V лямбда, значит размерность у лямбда не превосходит размерности V лямбда. И у нас получается две суммы чисел, слагаемые во второй сумме не меньше, чем слагаемые в первой сумме, а сумма одна и та же. Значит все слагаемые одинаковые, просто суммы совпадают. То есть отсюда следует, Что у лямбда просто совпадает с V лямбда для любого лямбда. Вот. Что мы тем самым видим? Мы видим, что мы пока не знаем, единственная ли Жорданова нормальная форма или нет. Мы это только доказываем. Но мы знаем, что какой бы Жорданов базис мы не взяли, какой бы Жорданов базис мы не взяли, если мы его разобьем на такие группы и объединим те векторы из разных групп, для которых лямбда одно и то же, то вот эта линейная оболочка от выбора Жорданова базиса не зависит. Мы получим просто корневое подпространство для оператора А. Вот. Значит, мы получаем, что вот эти вот у лямбда, они не зависят от выбора Жорданова базиса. То есть они определяются только тем, каков сам оператор А, данный нам. От выбора Жорданова базиса они не зависят. Вот. И теперь осталось доказать, что на каждом из этих у лямбда Жорданова нормальная форма определена однозначно. На у лямбда Жорданова нормальная форма будет, нужно из этих клеток выбрать только те, для которых собственное значение лямбда. Но это мы уже обсудили, да? Надо вот из этих ужитых выбрать только те слагаемые, для которых лямбда Житое равно лямбду. То есть давайте я здесь напишу. Да, конечно. Еще раз. Почему у лямбда должно быть лямбда? Значит, смотрите, еще раз. У нас есть два разложения в прямую сумму. Вот это разложение в прямую сумму у лямбда мы просто группируем здесь слагаемое в этом разложении. А с другой стороны, независимо от этого, мы знаем, что пространство v разлагается в прямую сумму корневых подпространств. Ну, это теорема, которую мы доказывали. Вот выше строчкой я объяснил, что поскольку для каждого лямбда, вот этот оператор А минус лямбда Е нельпатентен на соответствующем у лямбда, потому что его матрица составлена из блоков, где здесь вместо лямбда по диагонали стоит 0, нельпатентная Жорданова клетка. Что? Понятно, да? Вот у минус лямбда Е нельпатентен на у лямбда для каждого лямбда. А значит, по определению, эта у лямбда состоит из корневых векторов. Потому что корневые векторы это те, на которых оператор у минус лямбда Е в какой-то степени загоняет их в 0. Нельпатентность это ровно это и означает. Что в какой-то степени равен 0. Получается, что каждая у лямбда содержится в корневом подпространстве. Согласны, да? Вот. Получается, два разложения в прямую сумму. Одно вот такое, другое такое. Но каждая из этих слагаемых содержится в соответствующем слагаемом здесь. Согласны, да? Ну такое может быть только в том случае, если слагаемые совпадают. Потому что иначе, если бы где-то здесь было строгое включение, то размерность вот этого была бы больше, и суммарная размерность здесь была бы больше, чем суммарная размерность здесь. А сумма-то одна и та же, это пространство вы поняли, да? Вот. Значит, таким образом осталось доказать, давайте я напишу это, значит, осталось доказать единственность жордановой нормальной формы для оператора А в ограничении на каждое корневое подпространство. Ну или что то же самое для оператора Б, который есть А минус лямбда Е на этом корневом подпространстве. Потому что чем отличается жордановая нормальная форма оператора А на корневом подпространстве от жордановой нормальной формы оператора Б? Ну только вычитанием или прибавлением лямбда по диагонали, правильно? Они же отличаются на скалярный оператор, поэтому добавление или вычитание скалярного оператора это просто добавление и вычитание соответствующего лямбда по диагонали. На размеры клеток это никак не влияет. Ну вот давайте будем разбираться с этим нельпатентным оператором B. Я напомню, что удобно изображать действия нельпатентного оператора на Жорданов базе с помощью диаграммы Юнга, которую мы использовали для доказательства теоремы про Жорданов базе с нельпатентного оператора, ну и вообще для иллюстрации того, что происходит. Значит, давайте я нарисую для примера какую-нибудь диаграмму, и вот, используя ее в качестве иллюстрации, будем разбираться, что к чему. Значит, точки, я напоминаю, изображают векторы Жорданова базиса для нельпатентного оператора. Сейчас мы работаем только с нельпатентным уже оператором. Ну, нарисую ее так более-менее нетривиальную, чтобы все эффекты были хорошо видны. Значит, точки изображают векторы Жорданова базиса, стрелочками изображается то, как действует наш оператор B на этих базисных векторах. Каждый столбец изображает Жорданов цикл, а матрица оператора B в линейной оболочке этого Жорданова цикла, то есть в соответствующем циклическом подпространстве, это будет вот одна из нельпатентных Жордановых клеток. Лямбда равно нулю в этом случае. Ну а нижние базисные векторы нижнего ряда, это векторы высоты 1, они отображаются в 0. Да, я еще одну точку нарисую для красоты. Вот такая вот картина. Значит, для того, чтобы понять, что Жорданова нормальная форма оператора B единственна с точностью до перестановки клеток, надо понять, что количество Жордановых клеток в Жордановой нормальной форме всех и каждого данного размера не зависит от выбора вот этого базиса. То есть охарактеризовать это количество клеток в какой-то форме, которая от выбора базиса не зависит. Ну мы формулы писали, но давайте я сейчас еще раз аккуратно проговорю, как здесь все обстоит, как здесь обстоят дела. Значит, количество Жордановых клеток с собственным значением лямбда. Ну для оператора А имеется в виду, это то же самое, что количество всех Жордановых клеток для оператора B. Количество Жордановых клеток с собственным значением лямбда для оператора А. Давайте мы его обозначим N от лямбда. Значит, чему оно равно? Ну оно равно количеству столбиков в этой диаграмме. А каждый столбик проходит через нижнюю строчку, поэтому оно равно количеству векторов в нижней строке, базисных векторов. Вот. Базисные векторы в нижней строке — это векторы высоты 1. То есть один раз применяем B и получаем 0. И их линейная оболочка — это просто ядро оператора B. Вот те векторы, которые при применении оператора B за один раз уходят в 0. Значит, вот это вот ядро оператора B. Векторы, которые соответствуют точкам в нижней строке, они являются базисом ядра оператора B. Потому что векторы высоты 1 — это в точности те векторы, которые являются линейной комбинацией векторов в нижней строке. Если какой-то вектор из верхней строки задействован, то применив один раз оператор B, мы в 0 не попадем. Просто вся эта картинка сдвинется вниз на один шаг. Те векторы, которые были в нижней строке, они, естественно, пропадут, уйдут в 0. А остальные просто сдвинутся вниз на один шаг, но с теми же самыми коэффициентами. Да, да, как говоришь, размерность, да, это же число. Ядро — это подпространство, а здесь имеется в виду его размерность, правильно, разумеется. В результате, что это количество столбцов диаграммы? Ну, во-первых, это количество столбцов диаграммы, потому что каждый столбец соответствует жорданову циклу, циклическому подпространству. А на циклическом подпространстве наш оператор имеет матрицу, соответствующую как раз вот жордановой клетке. Мы считаем количество жордановых клеток. Но поскольку каждый столбец проходит через нижнюю строчку, то количество столбцов равно количеству элементов в нижней строке. Вот. А с другой стороны, ядро оператора B совпадает с ядром оператора A минус λe. Потому что ядро оператора A минус λe уже на всем пространстве V. Это же собственное подпространство с собственным значением λ. Для оператора A. А собственное подпространство содержится в корневом. Поэтому все векторы из ядра оператора A минус λe содержатся в корневом подпространстве. А на корневом подпространстве оператор A минус λe это то же самое, что оператор B. И значит ядро оператора A минус λe на всем пространстве V совпадает с ядром оператора B на корневом подпространстве V λ. Отсюда следует, что ядро оператора A минус λe на всем пространстве V совпадает с ядром оператора B на корневом подпространстве V λ. Ну и значит размерность их совпадает. То есть мы здесь можем написать, что это размерность ядра оператора A минус λe. Это количество жардановых клеток всех с собственным значением λ. А теперь давайте посчитаем количество жардановых клеток данного размера с собственным значением λ. Значит количество жардановых клеток размера k на k с собственным значением λ. Давайте мы его обозначим Nk от лямбда и посмотрим, как его вычислить. Значит, жордановые клетки размера k на k соответствуют столбцам диаграммы Юнга высоты k. Давайте будем считать, что вот это у нас высота k. И нас интересует количество, нет, давайте не это, лучше вот здесь, так более показательно, вот это вот, пусть у нас будет высота k, в данном случае k равно 1, 2, 3, 4, на картинке. Значит, нас интересует количество жордановых клеток высоты k, то есть количество столбцов в этой диаграмме высоты k, ну вот это вот количество нас интересует, если мы посмотрим на верхние элементы в каждом столбце, то нас интересует вот это вот количество. количество. Как его посчитать? Почему? Забыл. Значит, нас интересует, как посчитать вот это количество. Ну, вначале можно посчитать количество всех векторов высоты k, то есть не только вот этих, но еще и вот этих. Как их посчитать? Количество векторов в жордановом базисе высоты k. Можно сделать вот как, давайте вначале посчитаем количество векторов высоты не больше k, то есть те точки, которые стоят на k там уровне и ниже. Вот их посчитать понятно как, потому что векторы высоты не больше k они порождают ядро оператора b в степени k. Это те векторы, которые за k шагов заведомо загоняются в ноль. За k, а может быть за меньшее число шагов. Таким образом, вот это вот количество, точнее, вот эти вот точки, которые на уровне k и ниже, это базис ядра оператора b в степени k. А нас интересует вектор высоты ровно k. Поэтому надо из базиса ядра b в степени k выкинуть базис ядра b в степени k минус 1. То есть выкинуть векторы высоты меньше k. Вот эти вот. И количество векторов высоты k тем самым равно разности размерностей. Размерность ядра b в степени k минус 1. Размерность ядра b в степени k минус 1. Но это еще не все, потому что нас же интересуют не все векторы высоты k, а только вот эти, которые верхние векторы в столбцах высоты k. Вот эти векторы нас не интересуют, их надо вытянуть. Но откуда они берутся, те векторы, которые надо вытянуть? Они берутся из векторов высоты k плюс 1. Их ровно столько же, правильно? Векторы в жорданном базисе высоты k, которые не являются верхними векторами в столбцах, они получаются с помощью оператора b из базисных векторов высоты на единицу больше. То есть из вот этих вот векторов. И вот их-то надо выкинуть. Ну, не их, а количество этих векторов надо вычесть. А количество этих векторов, это векторы высоты k плюс 1, считается ровно по тому же правилу, только k надо увеличить на единичку. Значит, и мы вычитаем тем самым, я в скобках напишу, размерность ядра b в степени k плюс 1 минус размерность ядра b в степени k. Вот такая разность двух разностей. Если привести здесь подобные члены, то мы получаем формулу удвоенная размерность ядра b в степени k минус размерность ядра b в степени k минус 1 и минус размерность ядра b в степени k плюс 1. А дальше можно сделать то же самое замечание, что мы сделали вот здесь. Вместо оператора b в какой-то степени можно рассмотреть оператор а минус лямбда е в той же самой степени. Ядро оператора а минус лямбда е в степени k, то есть те векторы, которые переходят в ноль под действием а минус лямбда е в степени k. Вот ядро оператора а минус лямбда е в степени k, оно по определению состоит из корневых векторов высоты не больше k, то есть содержится в корневом подпространстве. Вот. А на корневом подпространстве опять же оператор а минус лямбда е действует как оператор b, да? Оператор b это и есть ограничение оператора а минус лямбда е на корневое подпространство. И поэтому ядро вот этого оператора на всем пространстве b совпадает с ядром оператора B на корневом подпространстве. Это верно для любого К. И значит здесь вместо размерности ядер оператора B в какой-то степени мы можем писать размерности ядер оператора A минус λE в той же самой степени, но уже на всем пространстве В. То есть я продолжу равенство. Это есть удвоенная размерность ядра оператора A минус λE в степени K минус 1 и минус размерность ядра оператора A минус λE в степени K плюс 1. Вот эти две формулы, вот это для общего количества жордановых клеток с собственным значением λ, и вот это для количества жордановых клеток размера данного размера, размера K на K с собственным значением λ. Эти две формулы уже показывают, что количество этих клеток не зависит от выбора жорданового базиса, Потому что оно определяется только тем, каков оператор А. Базис здесь уже никак не участвует в этих выражениях. Вычисляются размерности ядер оператора А минус какой-то скалярный оператор в каких-то степенях. То есть базис тут уже никак не участвует. То есть эти количества не зависят от выбора базиса. И в принципе это уже доказывает единственность. Для удобства использования мы еще записывали эти формулы немножко в другом виде. Не через размерности ядер, а через ранги. Давайте мы это еще раз проговорим. Значит, давайте мы обозначим через R катое от лянда ранг оператора А минус лянда Е в степени К. Имеется в виду не ранг в степени К, а оператор в степени К. Давайте я, чтобы не было недоразумений, заключу это в скобки. Ранг оператора А минус лянда Е в степени К. Тогда по известной нам теореме размерность ядра равна размерность всего пространства минус ранг линейного оператора. Если я размерность всего пространства обозначу для краткости буквы Н, то тогда размерность ядра оператора А минус лянда Е в степени К в этих обозначениях равна Н минус R катое от лянда. И если теперь вот эти выражения подставить вот в эту формулу и вот в эту формулу, то мы получим следующие формулы. Количество всех жордановых клеток с собственным значением лянда равно Н минус R первое от лянда. А количество жордановых клеток размера К с собственным значением лянда равно... Равно, ну то есть здесь каждое из этих размерностей ядер надо заменить на Н минус соответствующий ранг. Все Н-ки сократятся, а ранги будут с противоположными знаками. Если размерность ядра была со знаком плюс, то ранг соответствующего оператора будет со знаком минус. И мы получаем формулу, я уж не буду все эти преобразования выписывать, это понятно. Мы получаем формулу такую, R к минус первое от лянда, минус 2 R катое от лянда, плюс R к плюс первое от лянда. Вот эти формулы удобно использовать для вычисления жордановой нормальной формы. Количество клеток, сколько их, какого размера они бывают. Ну и вот, как я уже сказал, эти выражения не зависят от выбора жорданового базиса, что и доказывает единственность жордановой нормальной формы. На этом, собственно, доказательство теоремы заканчивается. Я, пожалуй, еще сделаю одно замечание, которое, собственно, видно из процесса доказательства теоремы. А именно, мы требовали формулировки теоремы, чтобы основное поле было алгебраически замкнуто. Но на самом деле, если мы хотим доказать существование жордановой нормальной формы и жорданового базиса для данного конкретного линейного оператора, то алгебраическая замкнутость — это слишком сильное условие. Достаточно потребовать, чтобы для этого оператора характеристический многочлен имел n корней с учетом кратности. Значит, теорема о жордановой нормальной форме для данного оператора А верна без предположения об алгебраической замкнутости основного поля если потребовать чтобы характеристический многочлен линейного оператора нашего имел максимальное возможное количество корней, то есть разлагался на линейные множители над данным полем. Вот, потому что единственное место, где мы использовали алгебраическую замкнутость поля — это когда мы говорили, что все пространство V разлагается в прямую сумму корневых подтверждений. Если характеристический многочлен имеет максимальное возможное количество корней, то это верно будет над произвольным полем. Просто это нельзя гарантировать для любого линейного оператора, если поле K не является алгебраически замкнутым, для произвольного линейного оператора это гарантировать нельзя. А если поле K не является алгебраически замкнутым, то условие выпало всегда для любого линейного оператора. Теорема о жардановой нормальной форме полностью отвечает на вопрос о структуре произвольного линейного оператора в векторном пространстве над алгебраически замкнутым полем. А что происходит над незамкнутым полем? Можно ли что-то сказать в этой ситуации? Как устроены линейные операторы и вообще? Оказывается, что со случаем незамкнутого поля можно до некоторой степени разобраться, сведя вопрос к ситуации алгебраически замкнутого поля. Это делается с помощью некой конструкции общей, которая называется расширением поля скаляров. Мы не будем рассматривать сейчас эту конструкцию в самом общем виде, а рассмотрим ее важный частный случай, который возникает во многих приложениях. Расширение поля скаляров от вещественных чисел до комплексных чисел. Эта процедура называется комплексификацией. Вот вторую половину нашей лекции мы посвятим обсуждению комплексификации. Значит, пусть В это векторное пространство над полем вещественных чисел. Значит, его комплексификацией называется векторное пространство над полем комплексных чисел уже. Давайте я обозначу дубль В, который удовлетворяет следующим двум условиям. Во-первых, дубль В содержит В в качестве вещественного подпространства. В качестве подпространства над полем действительных чисел. Понятно, что всякое комплексное векторное пространство можно рассматривать и как вещественное тоже. Просто мы забудем про то, что можно умножать на любые комплексные числа, а ставим только умножение на вещественные числа. Все аксиомы, естественно, сохранятся. И вот требуется, чтобы это комплексное векторное пространство, дубль В, содержало исходное пространство В в качестве вещественного подпространства. А второе условие такое. Для любого вектора из дубль В существует единственная пара векторов из пространства В, такие, что вот этот вектор дубль В маленькая представляется в виде суммы У маленькая плюс И умножить на В маленькая. Ну то есть это аналог алгебраической формы записи комплексного числа. Что всякое комплексное число единственным образом представляется в виде суммы вещественного числа и другого вещественного числа, умноженного на И. А это аналогичное свойство только не для комплексных чисел, а для комплексных векторов. Всякий комплексный вектор, вектор из вот этого комплексного пространства, единственным способом представляется в виде суммы вещественного вектора из исходного пространства плюс другой вещественный вектор, умноженный на И. Вот в такой ситуации мы говорим, что пространство W является комплексификацией пространства В. Эта процедура для векторных пространств аналогична процедуре для чисел, переход от вещественных чисел к комплексным. И давайте сразу докажем такое утверждение. Предложение 1. Во-первых, что комплексификация данного пространства V существует единственно с точностью до изоморфизма. Ну и раз она единственна, то ее можно обозначить как-нибудь каноническим образом в зависимости от пространства V. Обозначение используется такое. Вот это комплексифицированное пространство W, оно обозначается V с верхним индексом C. Мы поднимаем поле от R до C, поэтому верхний индекс. Это первое утверждение. А второе утверждение, что если мы в пространстве V выберем какой-нибудь базис, базис как вещественного пространства, базис пространства V над полем действительных чисел, то тогда те же самые векторы будут образовывать базис комплексифицированного пространства, но уже над полем комплексных чисел. И в частности отсюда следует, что размерность этих двух пространств совпадает. В частности, размерность комплексифицированного пространства над полем комплексных чисел размерность как комплексного векторного пространства совпадает с размерностью исходного пространства V как вещественного векторного пространства. Это не значит, что сами пространства совпадают, потому что размерности берутся над разными полями. Кстати, может быть, еще надо сделать полезный комментарий по поводу второго условия. Вот то, что каждый вектор из комплексифицированного пространства единственным образом представляется в виде суммы, так сказать, вещественной именемой части. По-другому это второе условие можно сформулировать так. В терминах линейной алгебры мы можем сказать, что пространство W есть прямая сумма пространства V и пространства I умножить на V. Вот здесь у нас живут векторы, вот эти вот векторы U, да? А во втором слагаемом у нас живут вот эти вот I умножить на V, да? Вот. Ну, я в качестве индекса указал, над каким полем мы рассматриваем векторное пространство, чтобы не запутаться. Размерность бывает у векторного пространства над каким-то полем, да? Вот комплексифицированное пространство, это пространство над полем комплексных чисел, поэтому я в качестве индекса указал поле комплексных чисел. А пространство V, оно над полем действительных чисел. И там я в качестве индекса указал R. Вот. То есть пространство разное, но размерность у них совпадает, поскольку они над разными полями берутся, эти размерности. Вот. Значит, вот в этом разложении я подчеркнул, что пространство W, оно комплексное, но вот эти вот v и i, v, они являются вещественными векторными пространствами. То есть мы в этой формуле пространство W, комплексное, рассматриваем как вещественное. Забываем про умножение на мнимые числа, помним только про умножение на вещественные числа. И тогда вот это W распадается в прямую сумму v и i умножить на v. Это как раз и означает, что каждый вектор отсюда единственным способом разлагается в виде суммы векторов отсюда и отсюда. Вот это вот существование единственное с разложением, это здесь ровно и требуется. Значит, это вот у нас будет вещественное подпространство. Вот. Значит, доказательство тут, в общем, несложное у этого утверждения. Давайте, значит, разберемся с первым пунктом. Начнем с единственности. То, что комплексификация единственна с точностью дезоморфизма. То есть предположим, что комплексификация существует, и вот я хочу доказать, что любые две комплексификации друг другу изоморфны. Для начала давайте проведем некоторые вычисления. Поймем, как операции в комплексифицированном векторном пространстве устроены. Предположим, у нас есть два вектора из комплексифицированного пространства. И мы каждый из них можем представить вот в виде суммы вещественной мнимой части, условно говоря. То есть пусть у нас, значит, первая формула, значит, пусть у нас вектор W, который есть U плюс I умножить на V с волной. Тогда их сумма очевидным образом будет иметь вид U плюс U с волной прибавить I умножить на V плюс V с волной. То есть когда мы складываем два комплексных вектора, их вещественные мнимые части складываются по отдельности. Ну, это очевидно, да? Немножко менее очевидная формула – это как умножать комплексный вектор на комплексное число. Значит, если лямбда – это комплексное число, которое можно представить в виде суммы вещественной мимой части, альфа плюс I умножить на бета, то тогда лямбда умножить на W, W я возьму из верхней строчки, может быть, вы мне сами скажете, как можно представить этот комплексный вектор в виде суммы вещественного и чисто мнимого. Что будет на месте вещественной части? Лямбда вот такое, а W вот такое. Сейчас, альфа что? Альфа U минус бета V. Так, плюс I умножить на альфа V плюс бета U. Правильно, совершенно верно. Ну, это просто раскрытие скобок, да, при умножении вот этого на вот это. И пользуемся тем, что I в квадрате равно минус единица, больше ничего. Но важное замечание состоит в том, что мы видим, что операции над комплексифицированными векторами, какие операции? Сложение и умножение на комплексные числа, полностью сводятся к операциям над их вещественными и мнимыми частями. То есть операции над комплексными векторами можно полностью выразить в термах операций над вещественными векторами, которые у нас были в изначальном векторном пространстве V, которые у нас заданы. Неважно, как устроена комплексификация, какую конкретную комплексификацию пространства В мы берем, операция всегда будет выглядеть вот так. Ну и теперь легко доказать единственность. Пусть W' это другая комплексификация пространства В. Построим следующее отображение из одной комплексификации в другую. Из W в W'. Возьмем произвольный вектор из W, W маленькая. Тогда, поскольку это вектор из комплексификации, то его можно единственным способом представить в виде суммы вещественного вектора и другого, умноженного на I. W можно представить в виде суммы U плюс I умножить на V, где U и V лежат в исходном вещественном пространстве V. При этом операции сложения и умножения на I это те операции, которые заданы в пространстве W, вот в этой комплексификации. То есть вот здесь имеется в виду операции сложения и умножения на I, которые в W заданы. И давайте мы теперь этому вектору W маленькая сопоставим вектор из другой комплексификации, из пространства W', другая комплексификация того же пространства V. Вектор W', он будет выражаться точно так же, как U плюс I умножить на V, только здесь имеется в виду операции уже вот в этом пространстве, в пространстве W'. Да, в том-то и дело. У и V те же самые, только операции над ними мы уже делаем вот в этом пространстве. Я определяю это отображение. То есть я задаю, да. Раз я определяю отображение, значит я задаю. Вот. Ну я бы мог, не знаю, там какие-нибудь другие значки здесь использовать, скажем, писать не плюс, а плюс в кружочке, не умножить, а умножить в кружочке. Но, наверное, не нужно этого делать, и так понятно. Я написал, что здесь имеется в виду операции в W, а здесь имеется в виду операции над теми же векторами, но в W'. Поскольку оба этих пространства, W и W' содержат исходное пространство V, то я могу над векторами из пространства V выполнять операции внутри W и внутри W'. Имею право. И вот я каждому вектору из W' сопоставляю вектор из W' по такому правилу. И я утверждаю, что это будет изоморфизм векторных пространств. То, что это будет взаимнооднозначное отображение, сразу следует из условия 2 на компенсификацию, потому что каждый вектор из компенсификации единственным способом так вот выражается. То есть задается единственной парой векторов, U и W. Значит, в этой компенсификации вектору W соответствует пара UV, в этой компенсификации та же самая пара соответствует какому-то другому вектору из второго пространства, из W'. И оба этих соответствия взаимнооднозначны. Поэтому и соответствие между W и W' взаимнооднозначное. Значит, изоморфизм по условию 2 это объективность, а то, что это отображение является линейным, то есть перестановочность с операциями, с операциями сложения векторов и умножения векторов на комплексные числа, вытекает из вот этих двух формул и формулам АВ. Потому что эти формулы говорят нам, что операции над комплексными векторами, векторами из комплексификации, они полностью задаются операциями над соответствующими веществными векторами. Вещественная мнимая часть, да? То есть неважно в какую комплексификацию мы вложили, операции всегда будут задаваться вот по такому правилу. То есть когда мы складываем, надо просто вещественную часть сложить между собой и мнимую часть сложить между собой. Когда мы умножаем на комплексное число, вещественная часть преобразуется вот так, мнимая часть преобразуется вот так. Неважно, в какой компенсификации мы находимся, всегда будут вот такие формулы. Поэтому неважно, в каком порядке действовать. Сперва сложить или умножить на скаляр комплексный, а потом применить вот этот переход. Или в другом порядке. Результат будет один и тот же. Это и есть свойство ленивности. Какой вопрос? А почему они все одинаковые? Мы вот только положили, что операции в W одни, а в W другие, да? Ну это два разных векторных пространства, W и W штрих, и там, естественно, какие-то там разные операции. Да. Но оба этих пространства, W и W штрих, содержат исходное пространство V. И как мы здесь поняли, операции над векторами в комплексификации, вот в этих двух пространствах, W и W штрих, полностью определяются тем, как устроены операции в самом пространстве V. Потому что здесь мы складываем векторы из V, здесь мы тоже складываем векторы из V, здесь мы векторы из V умножаем на действительное число, складываем и вычитаем. И почему мы не можем по-другому определить? Что ж не можем по-другому определить? Какие операции определить? В V обремене у нас есть A? Так мы их не определяем, они у нас просто есть. Мы сейчас ничего не определяем, мы не строим комплексификацию, мы доказываем, что она единственная. Предположим, у нас есть какая-то комплексификация, и мы просто выясняем, как в ней устроены операции. Вот и все. Мы здесь ничего не строим пока что. Мы доказываем, что вот комплексификация, если она есть, то она устроена вот так. Что операции там выглядят вот так. Вот и все. Ну как? Потому что у нас есть аксиомы векторного пространства. Сложение ассоциативно, коммутативно. Если мы вот такую сумму складываем с такой суммой, мы можем переставить слагаемое, это сгруппировать с этим, а это сгруппировать с этим скалярный множитель вынести. Это просто следствие аксиом векторного пространства. Мы сейчас работаем с комплексным векторным пространством, поэтому мы можем все эти 8 аксиом использовать для сложения векторов и умножения на комплексные числа. Мы их тут и используем, больше ничего. Это вот мы доказали единственность комплексификации. Но это же рассуждение подсказывает нам, как доказать существование, как построить комплексификацию. Потому что мы с вами видим здесь, во-первых, что вектор из комплексификации однозначно задается парой векторов из исходного пространства. Правильно? Более того, когда мы векторы из комплексификации складываем и умножаем на скаляры, все определяется тем, какие операции мы делаем над этими парами. Пары мы складываем покомпонентно, а умножаем на скаляр комплексный, вот по более хитрому правилу. Вот давайте с помощью этих формул теперь определим, уже докажем существование. Из аксиом векторного пространства. Это просто стандартное тождество над операциями сложения и умножения, раскрытия скобок, группирования подобных членов. Все это из аксиом векторного пространства. Вот, значит, как теперь построить комплексификацию? Давайте возьмем в качестве W внешнюю прямую сумму двух экземпляров пространства W. То есть это просто множество пар векторов из W. Вот, и определим операции по следующему правилу. Значит, давайте я напишу, что это внешняя прямая сумма, что здесь W это не подпространство в каком-то большом пространстве, а вот как бы две копии одного и того же пространства. Ну, внешняя прямая сумма, это вот вы помните, множество упорядоченных там пар или троек наборов данной длины. Внешняя прямая сумма. Внешняя прямая сумма векторных пространств над полем действительных чисел. А у нас пока нет никакого умножения на I. Мы же комплексификацию сейчас только строим, у нас ее нет. Поэтому вот если бы это была там внутренняя прямая сумма, если бы W было уже вложено в комплексное векторное пространство, мы бы там могли умножить на I. А пока-то у нас этого нет. И у нас сумма не внутренняя, а внешняя. Потому что мы хотим построить, вот мы сейчас конструкцию предъявляем. Зачем писать? Вот сейчас построим. Значит, возьмем эту внешнюю прямую сумму. Это уже будет векторное пространство по своему определению над полем действительных чисел. То есть там уже есть операция сложения и умножения на действительные числа. Ну, сложение покомпонентное. Собственно, вот ровно по этому правилу. Пара УВ и пара У с волной, В с волной складываются. Вот получается вот такая пара. Давайте я даже напишу сложение. Оно у нас уже есть, но я просто подчеркну, как оно устроено. Пара УВ плюс пара У с волной, В с волной. Есть пара У плюс У с волной, В плюс В с волной. Вот. А умножение на комплексные числа определяется в этой внешней прямой сумме по следующему правилу. Если у нас есть пара УВ, это будет вектор из прямой суммы, которую я для краткости обозначу W, и есть комплексное число лямбда, которое есть альфа плюс и бета. Альфа и бета – это вещественные числа, разумеется. Вещественные числа. То тогда я определю лямбду умножить на W как пару составленную, ну, я думаю, вы догадываетесь, чего. Из вот этого и вот этого. Это будет пара альфа У минус бета В, запятая, альфа В плюс бета У. Вот. По такому правилу я вот в этой внешней прямой сумме во множестве пар вещественных векторов определю умножение на комплексные числа. Ну и легкая проверка показывает, что все аксиомы векторного пространства тут выполняются. Собственно, первые четыре аксиомы, касающиеся сложения, они уже и так выполняются, поскольку это внешняя прямая сумма двух вещественных векторных пространств. Это мы уже в свое время обсуждали про прямую сумму, когда говорили. А последние четыре аксиомы, которые связаны с умножением на скаляры, вот тут умножение на комплексные скаляры, ну, это надо проверить. Это скучная проверка, я ее оставлю вам в качестве упражнения. Легко проверить выполнение аксиом векторного пространства над полем комплексных чисел. Собственно, надо только, как я сказал, последние четыре аксиомы проверить. Это оставляю в качестве упражнения для студентов. Вот, ну и надо объяснить, почему это комплексное векторное пространство будет комплексификацией пространства V. Давайте рассмотрим вот в этом вот пространстве W, пространстве пар, подмножество, которое есть внешняя прямая сумма V плюс 0. Плюс нулевое пространство. То есть это те пары, у которых на втором месте стоит 0. Это множество пар вида U, 0, где U пробегает V большое. Ну, это будет вещественное подпространство. Если мы такие пары будем складывать и умножать на вещественные числа, вот по этому правилу, то у нас на втором месте 0 как был, так и останется. Вот, и это вещественное подпространство будет изоморфно исходному пространству V. А от того, что мы на втором месте 0 добавим, ничего, так сказать, не испортится. Изоморфно пространству V. То есть W содержит, ну может быть, не само V, но подпространство ему изоморфное, которое можно отождествить с пространством V. Так что первое условие на комплексификацию выполнено. А второе условие, значит, любой W из W большого, это есть пара U, V. И эту пару можно представить в виде U, 0 плюс 0, V. В, да, просто это разложение вот в эту внешнюю прямую сумму, да, уже здесь как внутреннюю. Вот, а вторая пара 0, V, это то же самое, что V, 0 умножить на I. Вот, это вот в пространстве по этому правилу, да, потому что если мы возьмем, значит, ну тут обозначение надо поменять, да, тут α равно 0, β равно 1, вместо U надо написать V, а вместо V надо написать 0, да. Ну давайте я временно вместо V напишу 0, а U оставлю как U. Значит, V равно 0, α равно 0, β равно 1. Что здесь получится? α равно 0, β равно 1, V равно 0, на первом месте будет 0, а на втором месте будет α равно 0, это пропадает, да, β равно 1, и остается U. То есть если мы возьмем пару U, 0 и умножим на I, мы получим пару 0U. Ну а здесь просто вместо буквы U фигурирует буква V. То есть мы любой вектор из вот этого пространства W, пространства пар, представили в виде суммы вектора из вот этого подпространства вещественного, которое изоморфно V, и другого вектора из этого подпространства, умноженного на I. Ну и ясно, что такое представление единственное, да, потому что если у нас есть такое представление, то вот эти U и V это просто компоненты вот этой пары, которые определены однозначно. Это вот условие 2. Условие 2 на комплексификацию. Таким образом мы с вами построили комплексификацию произвольного вещественного векторного пространства. Ну и второе утверждение про базис. Давайте докажем. Оно, в общем-то, тоже совсем несложное. Значит, второе утверждение. Пусть у нас есть базис вещественного векторного пространства, и мы хотим доказать, что он же будет базисом уже над полем комплексных чисел и для компенсифицированного пространства. Надо доказать, что любой вектор по этому базису разлагается, и надо доказать линейную независимость. Ну вот возьмем произвольный вектор W из комплексификации. Здесь его компоненты U и V, как обычно, это векторы из исходного вещественного пространства. Тогда мы можем каждый из этих векторов, U и V, разложить по базису вещественного пространства, по E1, E1, да? С вещественными коэффициентами. То есть U представляется в виде α1, E1, плюс и так далее, плюс αN, E1, а V представляется в виде β1, E1, плюс и так далее, плюс βN, E1, где α-житое и β-житое — это какие-то вещественные числа. Так, разложили оба вещественных вектора по базису вещественного пространства. Ну а теперь, подставляя эти два разложения вот сюда, и приводя подобные члены, я уж пропущу элементарные выкладки, мы получаем, что вектор W может быть представлен в виде α1 плюс I на β1, E1, плюс и так далее, плюс αN прибавить I βN, умножить на EN. Ну и если вот эти коэффициенты обозначить как-то, вот это комплексное число, я даже не буду их обозначать, что их обозначать, вот они написаны, мы любой вектор комплексный из комплексификации сумели разложить в линейную комбинацию тех же самых векторов E1, EN, но уже с комплексными коэффициентами. Значит, они порождают пространство комплексифицированное, и осталось доказать их линейную независимость. Ну что ж, предположим, есть какая-то линейная комбинация, равная нулю, λ1, E1 плюс и так далее, плюс λN, EN, равная нулю, с комплексными коэффициентами, да, то есть каждая λi-тая, или λ-жи-тая, допустим, есть какое-то комплексное число, которое можно представить в виде суммы вещественной мнимой части. Тогда подставив эти выражения вот сюда, давайте мы распишем это, α1 плюс iβ1, дайте не α и β, а α и β у нас были в предыдущем рассуждении, γ и δ, греческих букв у нас хватит для доказательства, так что давайте будем γ и δ использовать. Значит, подставлю эти выражения для лямбд, γ1 плюс i δ1 умножить на E1 плюс и так далее, плюс γN прибавить i δN на EN, вот эта сумма равна нулю. Ну мы можем раскрыть скобки, сгруппировать то, что содержит множитель i, и то, что не содержит множитель i, и получить следующее. Получить, значит, что это будет γ1E1 плюс и так далее, плюс γN ДН прибавить и умножить на скобку δ1E1 плюс и так далее, плюс δN ДН. Вот эти два вектора, которые стоят в скобках, две суммы, которые стоят в скобках, это уже вещественные векторы, это векторы из пространства В. Линейная комбинация базисных векторов с вещественными коэффициентами. А поскольку у нас вся сумма в целом равна нулю, и разложение комплексного вектора в сумму вещественного и другого вещественного умножить на единственное, то значит эти компоненты по отдельности тоже равны нулю. Раз вся сумма равна нулю, значит вот эта скобка равна нулю и вот эта скобка равна нулю. Значит из условия 2, из единственности вытекает, что гамма 1 Е1 плюс и так далее плюс гамма Н ЕН равно дельта 1 Е1 плюс и так далее плюс дельта Н ЕН равно нулю. И это вещественные векторы, векторы в пространстве В. А поскольку в пространстве В у нас Е1 ЕН это базис, то раз линейная комбинация равна нулю, все коэффициенты по отдельности должны быть сами равны нулю. Значит, отсюда следует, что все гаммы равны нулю и все дельты равны нулю. Ну а значит и все лямбды равны нулю. Вот, это доказывает линейную независимость. То есть мы предположили, что линейная комбинация с комплексными коэффициентами равна нулю и путем таких выкладов вы показали, что все коэффициенты по отдельности обязаны быть нулевыми. Понятно рассуждение? Вот. Значит, вот таким образом мы с вами научились каждое вещественное векторное пространство вкладывать в некоторое комплексное векторное пространство. Причем, так сказать, по минимуму. Мы, собственно, к вещественным векторам добавляем вещественные векторы, умноженные на i. И вот всевозможные такие суммы, больше нам ничего не надо. Вот это уже будет комплексное векторное пространство. Вот. В качестве примера можно, например, рассмотреть арифметическое пространство. Значит, вещественное арифметическое пространство это r в степени n, то есть просто пространство столбцов, да, высоты n вещественных, а его комплексификация, это будет c в степени n, тоже пространство столбцов, но уже с комплексными координатами, да. Ну и как раз там выполнено условие, что одно содержится в другом, и всякий комплексный столбец единственным образом представляется в виде суммы вещественного столбца и другого вещественного, умноженного на i. Это просто по координатам, по каждой координате делается разложение соответствующего комплексного числа, да. Вот пример комплексификации, это то, что c в степени n, это комплексификация r в степени n. Комплексифицировать можно не только сами векторные пространства, но и те объекты, которые в этих векторных пространствах живут. Ну вот мы сейчас занимались линейными операторами, давайте мы обсудим, что такое комплексификация линейного оператора. Значит, докажем следующее утверждение. Предложение 2. Тоже будет из двух пунктов. Пусть а это произвольный линейный оператор на пространстве v, тогда существует единственный оператор на комплексифицированном пространстве. Существует единственный оператор, давайте я его тоже обозначу, а с верхним индексом c. Уже комплексный линейный оператор на комплексифицированном пространстве, ограничение которого на исходное пространство v совпадает с исходным оператором а. Значит, такой, что а с, ограниченное на v, есть исходный оператор а. То есть любой вещественный линейный оператор, который действует в вещественном векторном пространстве, можно однозначно продолжить до комплексного линейного оператора, который действует в комплексификации. Ну и второй пункт, если мы возьмем базис, если у нас все конечномерное, если мы возьмем базис исходного вещественного пространства v, если e это базис пространства v над полем действительных чисел, а как мы только что доказали, это же множество векторов, этот же набор векторов будет базисом и комплексного векторного пространства vc. но уже над полем комплекса в чисел. То тогда матрицы оператора А и комплексифицированного оператора АС в этом базисе одни и те же, одна и та же матрица. Только в одном случае это будет матрица вещественного линейного оператора, а в другом случае это будет матрица комплексного линейного оператора. Вот. Вот такое утверждение. Это тоже несложно. Начнем, опять-таки, пункт 1. Начнем с единственности. Почему продолжить, если можно, то только одним способом? Ну, предположим, нам как-то удалось продолжить. Тогда возьмем произвольный вектор из комплексифицированного пространства W, который равен U плюс I умножить на V, вектор из W, а сами векторы U и V, они лежат в пространстве V большое. И попробуем применить к нему оператор АС. Посмотрим, как он на него должен действовать. АС применить к W. Поскольку это комплексный линейный оператор, то его действие на вектор перестановывается со сложением и с умножением на комплексные скаляры. Поэтому достаточно подействовать этим оператором на каждое слагаемое. А скалярный множитель I можно вынести за знак оператора. То есть это будет АСУ плюс I умножить на АСВ. Но U и V это вещественные векторы, а наш оператор, он продолжает оператор А. То есть его действие на вещественных векторах такое же, как у оператора А. Поэтому мы можем написать, что это будет АУ плюс I на АВ. Итак, зная оператор А, мы однозначно понимаем, как действует вот этот вот продолженный оператор на любой комплексный вектор. Это доказывает, что такой оператор, если можно продолжить, то вот только одним способом. Ну и это же рассуждение, как обычно, доказательство единственности подсказывает, как такой оператор построить. Вот. Значит, доказательство существования проходит следующим образом. Значит, существование. Давайте вот, имея оператор А на вещественном векторном пространстве, определим оператор на комплексном векторном пространстве вот по этой формуле. Значит, определим оператор АС на комплексном векторном пространстве по формуле вот как раз, которая написана здесь, что его действие на вектор W по определению равно вот этому выражению. АС подействовать на W равно АУ плюс И умножить на АВ для любого вектора W из пространства комплексифицированного, который есть сумма вещественной и мнимой части У плюс И умножить на В, где У и В уже из вещественного пространства. Вот. То есть отображение мы определили. По построению ясно, что это отображение продолжает исходный оператор А. Значит, по построению АС, ограниченное на В, это есть исходный оператор А, потому что когда мы ограничиваем на В, это значит, что у нас вот второго слагаемого здесь нет. Есть только вещественный вектор У. Ну и тогда здесь получается просто вот АУ. И больше ничего. Ну и осталось проверить линейность, комплексную линейность этого оператора. Ну, это очередная скучная проверка, но давайте я, чтобы у вас не создалось ощущение, что я вас обманываю, что может быть там все не так просто, время от времени такие скучные проверки я буду проводить, чтобы поддерживать вас уверенность, что все действительно тривиально. Линейность. Собственно говоря, две вещи надо проверить. Что сумма переходит в сумму, и что оператор АС, который мы определили, перестановочный с умножением на скаляр. Ну вот пусть у нас есть два вектора, W равный У плюс ИВ, и W, допустим, с волной, равный У с волной, плюс И умножить на В с волной. Это два вектора из пространства В, из пространства ВС, и предположим, у нас еще есть комплексный скаляр лямбда, который есть альфа плюс И умножить на бета, комплексное число. Вот я хочу доказать два свойства линейности. Значит, применяю оператор АС к сумме двух векторов, W и W с волной. АС применить к W плюс W с волной. Смотрим, что получится. Это есть, в скобках у нас стоит что? У нас стоит У плюс У с волной, а мнимая часть И умножить на В плюс В с волной. По определению, как мы определили вот это отображение АС, нужно подействовать А на первое слагаемое, А на второе слагаемое и сложить с коэффициентом И. Это есть А от У плюс У с волной, плюс И умножить на А от В плюс В с волной. А это линейный оператор, поэтому мы можем это переписать как АУ плюс АУ с волной, а вторую скобку можем переписать как АВ плюс АВ с волной. Ну и теперь, перегруппировав слагаемое в этой сумме, мы получаем АУ плюс И умножить на АВ, а второе слагаемое АУ с волной плюс И умножить на АВ с волной. Значит, первое это будет АС применить к дубль В, а второе это будет АС применить к дубль В с волной. Вот, то есть сумма переходит в сумму. С умножением на скаляр примерно то же самое. Значит, АС от лямбда дубль В, ну мы помним, как умножается комплексный вектор на комплексный скаляр, какая там вещественная мнимая часть, значит, вещественная часть будет это АУ минус бета В, а мнимая часть это будет бета У плюс альфа В. Опять-таки, по тому, как мы определили оператор АС, это то же самое, что будет А от вещественной части плюс И умножить на А от мнимой части. Раскрывая скобки, пользуясь тем, что А это вещественно-линейный оператор, мы можем написать, что это альфа на АУ минус бета на АВ, а мнимая часть будет выглядеть так, и умножить на скобку бета на АУ плюс альфа на АВ. Если мы опять-таки здесь сгруппируем члены, то мы получим, что это то же самое, что альфа плюс И бета умножить на АУ плюс И умножить на АВ. Ну а это есть лямбда умножить на АСW. То есть умножение на скаляр лямбда перестановочно с действием оператора АС. Линейность проверили. Ну все, доказали. Доказали первый пункт, а второй пункт он совершенно очевиден. Значит, давайте я вот здесь вот в уголке напишу, что второй пункт очевиден. Очевидно. Потому что, что такое матрица линейного оператора? Это надо посмотреть, как этот линейный оператор действует на базисные векторы. Правильно? Но базис тут берется один и тот же, Е, составленный из векторов Е1, ЕН. А эти векторы вещественные, они лежат в пространстве В. И на вещественные векторы эти оба оператора действуют одинаково. Поэтому матрица будет одна и та же. Понятно? Вот. На этом мы сегодня закончим. А в следующий раз мы обсудим, чем полезна комплексификация. Ну и немножко дальше про это поговорим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!